Мы снова в Академии наук для того, чтобы, как всегда, произнести эфир! Эфир! 8 апреля 2021 года Владимир Пьёрович Купеев, доктор медицинских наук. Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня очередная встреча и тема опоясывающей лишай. То есть заболевание, которое довольно большое количество людей сталкивается. И появившись, это заболевание мучает людей долгие-долгие годы. Периодически обостряясь, особенно в весенние периоды, когда перемена погоды, простуды. Люди пытаются быстро раздеться, соскучились за тёплой погодой, где-то вспотели, продуло и обсыпают их. И начинают лечиться. Очередной курс лечения, вот опоясывающий лишай. И используют уйму всяких препаратов, аппаратов. Кто-то лечит мазями, кто-то лечит таблетками, кто-то лечит кварцеванием, облучением. И говорят, ну вот у вас же прошло, легче стало. Мучительные боли. Люди не могут ни спать, ни купаться. Ну, кто прошёл через это или проходит, имеет, они с, как сказать, замиранием сердца ждут очередного обострения своего. Эти нестерпимые боли, эти высыпания по всему делу. И хождение по врачам. Они знают уже весь набор обезболивающих средств. Начиная от таблеток, уколов, мазей, кварц. А проблема затухает. И потом через какое-то время опять при очередной простуде или вспотел человек что-то. И она опять появляется. И эти люди, когда находятся по кругу, по врачам, потом как-то случайно попадают некоторые из них к нам. И вот, говорят, у вас можно избавиться. Да, можно избавиться. Но мы не лечим высыпания эти, а устраняем. Почему эти высыпания из года в год и весной или осенью появляются на своих излюбленных местах. Опоясывающий герпес – это, как сказать, вирусное заболевание, природа. Вирус внедряется где-то в кожу, где-то в слизистый. Он может быть и на слизистой полости рта, на слизистой половых органов, на коже, туловище, рук, ног, где угодно. И именно он выбирает какие-то вот места у одного там, у другой в другом месте, у третьего совершенно в третьем месте. И из года в год появляется именно на этих излюбленных местах. И мы вот им пытаемся объяснить, почему эти места для вируса являются излюбленными. Вот обратилась женщина. В течение последних восьми лет ежегодно у него весной обязательно бывает, осенью почти что всегда тоже бывает. Высыпает боковые поверхности грудной клетки с переходом на грудь, спину, на руках высыпание. Иногда на ногах бывает. И мучительно. Она говорит, я в этом не знаю, что одеть. Потому что боли. Она знает все. И бутадион, риопирин, пиробутол. Все обезболивающие. Потому что, ну не может. Единственное, что помогает, говорит, вот начинаю. Дома у нее кварц стоит, в поликлинике кварц. На работе кварцуется там. Иногда разденется уже когда не может. Какие-то мази обезболивающие. Сделали ей снимок. Посмотрели. Вот здесь у человека смещение позвонков произошло. Тоже долгое время работала бухгалтером. Много сидела. Насидела себе грыжи в поясничном отделе. Пошло смещение позвоночника. Вышли вот здесь, появились грыжи. Потянуло. И вот грудной отдел. И вот тут позвонок съехал. И весь отдел. И вот смотрите. Вот эти немые зоны. Вот синие. И вот здесь вот эти зоны. Даже контура туловища. Вот здесь должна быть линия контура спины. А ее нет. То есть эта зона кровоснабжается вместо такого уровня кровоснабжения. Вот такой. Естественно кожные покровы. Они начинают, как сказать, появляются в коже такие микротрещины, микрощели. Куда свободно внедряется вирус герпеса. И спокойно там живет годами, обостряясь, давая клинические проявления, давая яркую картину герпеса. Его прижмут опять кварцем, таблетками, там чем-то, чем-то еще. Он заходит опять в кожу. При очередном там то ли переохладилось, то ли простыло, то ли ее продуло, то ли иммунитет снизился, ослабло. На любом этом фоне опять выплеск очередной порции вирусов и опять цветущие. И опять месяц, полтора месяца идет такое обострение, что человек готов на стенку лезть от этих болей. И не устранив вот этой компрессии, ну нельзя, не восстановив кожу, нельзя вылечить вируса. Убрали эту компрессию, сделали 2-3 курса, убрали с давления, кожа начала нормально питаться. И нормальная здоровая кожа, она выдавила этот вирус, выдавила в нормальной коже, вирус не задерживается, он не может там существовать. У кожи очень сильный иммунитет, потому что вот в любом помещении на улице вирусов, бактерий уйма. Но они не могут сквозь, где больная кожа, туда попадают. Тут вышли на улицу 10 человек, холодно что-то, из 10 5-6 заболеют, а четверо будут в любой мороз ходить, потому что кожа здоровая, иммунитет хороший. Вот здоровье и иммунитет кожи зависит от нормального кровоснабжения, от нормальной иннервации. А кровоснабжение иннервации зависит от того, как корешки и сосуды, которые корешки идут командой через спиной мозги, выходят. Если они пережаты, сдавлены, то нормального питания и нормальной иннервации никогда. И кожа становится рыхлой, пастозной, в которую легко проникают и бактерии, и вирусы, в том числе и вирус герпеса. И вот это будет сидеть он там, пока вы не нормализуете целостность этой кожи, структуру кожи. А ее нельзя нормализовать, не раздвинув позвонки, не освободив корешки от сдавления. Раздвинули, освободили, чуть-чуть подстимулировали кишечник, иммунитет весь идет из кишечника. Естественно, когда зажат грудной отдел и поясничный кишечник не может нормально работать. Естественно, и жалобы такие. Вот она, я всем жалуюсь, что у меня вздутие, урчание, бурчание, запоры. Они говорят, да это у всех, а при чем тут герпес? У меня вот грыжи в поясничном отделе уже 25 лет. Ну, грыжи у всех, а у вас вот герпес вот в таком месте. Не бывает отдельно герпеса, отдельно калитохронического штопки и отдельно остеохондроза. Все это в одном организме. И все это является причиной герпеса. И пока не устранить эти явления, герпес никуда не денется. Вот делайте выводы. Благодарю за внимание. Эфир! Эфир! Эфир!